Почему бы нам тогда не поговорить о тебе? Ты ебабо? Обо мне? Что во мне такого интересного? Действительно, в них нихуя интересного нет, ебану нах. А перед началом этого видео, попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать вот это подобие визуальной новеллы Моя Эра. Погнали! Дальше мы продолжали в том же духе. Представитель фирмы, кажется, всем очень доволен. Да он поделает всех клиентов, вы чё, ебанутые там? Чем он доволен? Затем мы вернулись в класс. Думаю, мы отлично справились. Почему бы это не отпраздновать? Пиздюлями это тебе отпраздновать надо, сука мелкая. Ты ничем не справилась. А пойдёмте в Дорсию. Боюсь, что для меня это дороговато. Хуй, а там цены в Москве даже для американки дороговато. Ни хера себе. Марта, у меня же есть этот ваучер, помнишь? Точно, я совсем о нём забыла. Круто, я очень хочу пойти. И я с радостью присоединюсь. Стоп, нас же пятеро, а ваучер один. И он для двоих. Всё остальное за счёт заведения, если вы понимаете о чём я. Школа всё оплатит, что ли? А чем двоим? Ура! Вот это новость. Эй, ты лучшая! Она ебанутая, а не лучшая. Если бы у нас в школе такая училка затеяла, я бы её дохуй выперли, блять. Пасибки! Ладно, ладно, не стоит благодарности. Но мне приятно это слышать. А кто-нибудь видел Эрми? Ладно, я отправляю ему сообщение, пойдёмте. Действительно, зачем искать одноклассника? Похуё на него, пошли развлекаться-то. Блять, блока, пиздец. Ебану, бань, бабы. Друзья, заказывайте, что душе угодно. А можно японскую проститутку? Или тут такое не подают? Да уж, цены здесь ещё те. Скажите, мы же не будем здесь обсуждать занятия и всё такое, не будем ведь? С тобой, что ли? С тобой на занятиях занятия обсуждать, это такое себе решение. Я что, так похожа на зануду? Выбирайте любую тему для разговора. Так, мы уже обсуждали. Жратво. Мы уже обсуждали музыку. Оказывается, вот эти мелкие пизды, а не пиздец, какие прошаренные в классических композиторах. Мы обсуждали, блять, что мы ещё обсуждали? Боже, у меня уже что-то из головы вылетело. А, книги обсуждали? Ну ладно, книги это ещё куда-нибудь шло. В принципе, шкала там может. Да там ещё и книги такие-то массовые. Потом мы обсуждали статистическую математику, блять. Что уже где-то на первом-втором курсе универа физмата обсуждается. И затем мы ещё обсуждали... Блять. А, вот это вот, только недавно. Профессии. В которых наша подруга обосралась по самые уши. Что в этот, блять, сука, разводят? Почему бы нам тогда не поговорить о тебе? Ты ебабо? Обо мне? Что во мне такого интересного? Действительно, в них нихуя интересного нет, ёбананах. Ой, я аж нечаянно не туда нажал. Она выглядит искренне удивлённо и впрочем, как и я. Я не хочу о ней узнавать, зачем нам это. Ну, мы о вас толком ничего не знаем, поэтому я поддерживаю идею Марты. Я нет. Ну, ко мне аж хуй кто когда-нибудь прислушивается, пока не становится поздно. Да, скажи, что ты любишь. А что терпеть не можешь? Расскажи нам. Ой, ещё не забудь упомянуть самую любимую еду. А чё не бабло? Сколько ты зарабатываешь? Хорошо, уговорили. Для меня важно быть в форме, поэтому к еде я довольно равнодушна. А ещё, хотите верьте, хотите нет, но я люблю и ненавижу одно и то же. Свою работу, что ли? Деньги. Знания. Как говорится, многие знания, многие печали. Людей? Даже не близко. Я люблю и ненавижу время. Опять блядские цитаты из... Из божьей инстаграма. Из твиттера. Как она меня заебала! Эп, твою мать, это тупо надо заскринить. Чтобы не забыть. Такое говно не запоминается со временем. Позволю знать, почему. И почему все к ней на... Вы, а он на ты. Какого хуя? Сейчас, например, мы отлично проводим время, но все очень... Мне все очень нравится. Почему я не могу сделать так, чтобы этот день повторялся бесконечно? Ну, тебе просто надо попасть в петлю времени. И наоборот, плохие дни кажутся бесконечными. Разве это справедливо? А ещё время жестокие судья. Когда вы начинаете становиться старше. Ирония в том, что и ценить время вы учитесь лишь с возрастом. Вы можете любить время, но взаимностью оно никогда не ответит. Было бы здорово владеть всем временем в этой жизни. Не думаю. Это бы обесценило все наши достижения. Это стоило потраченного времени. Ещё годик, потом я получаю дипломы, начиная жить на полную катушку. Это пиздёж, нихуя так не получается. Время заставляет тебя что-то делать. Мне так не кажется, честно говоря. Это потому, что для тебя всё ещё раннее утро, Нана. А вы не противоречите сама себе тем, что сказали? Не противоречили я сама себе? Сима, ты подобрала очень подходящее слово. Почему мне это неинтересно читать? Время до крайности противоречиво. Слава богу, этого осталось не так много. Где-то три, ну максимум четыре выпуска. Надеюсь, три. Очень надеюсь. Именно поэтому я люблю и ненавижу его одновременно. Наш официант наконец-то подходит к столику. Как по мне, им бы стоило работать куда быстрее. Да, эта блядота меня тоже заебала за это время. Пока официант шёл, сука медленная. Улитка блядская. А может они просто ценят своё время и тратят его на что-то ещё? Мы начинаем забираться. Да я уже ушла, сославшись на какие-то важные дела. И, сука, сами оплачивайте счета, блядь! Ага! Я жду, пока девушки вернутся из туалетной комнаты. Первой возвращается Нана. Нана, где там застряли твои подруги? Так они же всегда ужасно медленные. Чё ты ожидал? Эй, не против? Можно ещё немножко времени провести здесь? Вот чё за ехидная, блядь, поза у неё? Обычно я никогда не возвращаюсь в то место, где я была. Подожди-ка. Но ты же возвращаешься домой или каждый день живёшь где-то на улице? Ёб твоё мое. Но для этого кафе я готова сделать исключение. В чём логика не приходить туда, где тебе понравилось? Сука! Сука! Я думаю, что это отличное место для свиданий и нужного первого впечатления. Может, ты правдил? По-моему, она уже хочет запрыгнуть на мой хуй. Но я не могу быть уверена, пока не посмотрю сама. Надеюсь, ты не будешь подглядывать за другими. Только сама за собой? Она смотрит прямо на меня. Погодите, неужели это означает... Ты хочешь вернуться сюда... Вернуться с кем-то ещё? А почему бы и нет? Всё ещё смотрит на меня. Не-не-не-не-не, подруга. Это попахивает педофилией. А у нас за такое сажают. Интересно, что бы таково мне ответить? И где-то нахуй? Ну, только ты платишь за двоих, понял? А как же там, типа, это бабское равноправие и так дальше? Или это работает только тогда, когда... Не надо к этому прилагать усилия от баб? Что? Чё? Да я же ничего не говорил! Эй, это я должен был её пригласить! Ты сам это хотел сказать, не так ли? Нет. Прости, но я терпеть не могу ждать. Это очень скучно. С другой стороны, это правда может странно выглядеть, если ты меня не пригласишь. Но я не хочу. Так что ты собираешься меня пригласить или нет? Если, конечно, ты бы сам хотел сюда вернуться. Она делает вид, что ей всё безразлично. Но я вижу, что на самом деле это не так. Но она заметно нервничает. Я хочу, чтобы мы вернулись сюда вместе. А почему мне иди-то левые брать? Пидоры! Бабы-пидоры! Она ничего не говорит. Только радостно улыбается. Пойдём завтра. Не уверена насчёт завтра. Надо посмотреть, что у меня там с планами. Да похуё, пойду с другой бабой. Ломается она ещё. Ладно, тогда можно через неделю, если ты занята завтра. Знаешь, я тут подумала, что-то можно ей перенести. И... Действительно, можно перенести дручку с обеда на вечер. И... Встречаемся завтра в 2 часа дня! Прямо здесь! Почему у неё такие, блядь, охуявшие от реальности глаза? Договорились! Ой, ёб твою-то мать. Что-то я сам себя отвратительно чувствую. Надо ложиться спать. Нет, надо узнать, как там сестра поживает. Она уже который день сидит в одной и той же позе. У неё, по-моему, жопа атрофировала, и сианус прирос к... Полу. Блядь. Пиздец. Ой, у тебя лицо красное, будто помидор. С тобой всё в порядке? Завтра пятница, ты будешь... Со мной дружить? Не-не-не, сеструх. Инсест, хоть и дело семейное, но мне не по душе. Кстати, эта девочка снова приходила. Да какая девочка-то, блядь! Голова ужасно болит. Девочка. Тут дурацкий светок. Опять он какой-то не такой, но у меня нет сил удивляться. Спать. Мне надо отдохнуть. Спасибо, хоть сегодня не пытаетесь заставить меня прочитать ту ебанутую навалу армию. Я проснулся с лёгкой головной болью. Как будто вчера у меня была температура. Впрочем, какая разница, что было вчера. Сегодня будет особый день. Блядь, точно, сегодня мы с этой пиздой идём зажигать. Я снова в этом замечательном кафе. Пришёл на 10 минут раньше. Надо изучить меню и собраться с духом. Стоп, а как я вообще выгляжу? Пойду-ка я в туалет, там есть зеркало. Нана вот-вот придёт. Девушки всегда немного опаздывают. В конце концов, она же хочет выглядеть хорошо. Но это нужно время. Хотя это же Нана, и всё же. Надеюсь, я выгляжу достойно. Кого? Пятиклассница? Дочь ху на неё? Так, мне кто-то пишет. Не могу поверить, но она решила предупредить о своём опоздании. Прости, плохо себя чувствую. Буду сидеть дома. До понедельника. Нихуя себе опоздание! Как это понимать? А почему было просто не позвонить мне? Хотя, что если она пыталась привести себя в чувство всё это время? Просто для того, чтобы всё же встретиться со мной. Чувак, не надо себя утешать. Она хуй на тебя ложила. Вот что! Я сам ей позвоню. Она не берёт трубку. Ещё пару раз её набираю. Но всё безуспешно. Странно. Последний звонок. Щёлк. Соединила. Братан, хорош уже названивать. Ну, серьёзно. Кто это? А тебе какая разница? Где Нана? А что ты мне можешь дать в обмен на эту информацию? Иван, дай мне телефон! Ну, если девушка просит, пока, братан. Дил? Нана, чё происходит? В порядке? Я прочитал твоё сообщение. Ага, я отвратительно себя чувствую сегодня. Как раз еду к доктору. Ну, чей это голос был? Это мой новый сосед. Мы вчера познакомились. Что? У Вани есть машина, так что он решил меня подбросить. А ещё заодно он решил её подбросить несколько раз на свой хуй. Ты бы видел эту машину, она нереально быстрая! Ещё как, сейчас в топе! Спасибо, что позвонил. Скоро увидимся. Она вешает трубку. Давай останемся друзьями. Слава богу! Я медленно иду по улице. Блин, я уже давал это конец! Куда? Да какая разница на самом деле? Небо такое красивое. Но почему я так отвратительно себя чувствую? Конечно, сегодня был не самый лучший день в моей жизни. Но всё-таки... У меня впереди ещё куча времени. Всё будет в порядке. Я продолжаю смотреть на небо, чувствуя себя как-то странно. Ладно, плевать. А сейчас я просто пойду домой и отдохну. Такое небо. Сделаю-ка я фотографию. Щёлк? Да. Это прямиком в мою коллекцию. Жизнь отличная штука. Так хорошо быть молодым. У меня впереди ещё столько всего. Целая эра! Вот именно. Целая эра! Правда же? Бля! Мы закончили! Ура! Я не ожидал, что мы закончим. Меня это радует. Боже, какая поеботина. Как я, блин, забайтился это пройти? Ёбушки-воробушки вы мои. Это было просто ужасно. Это было не то, что плохо. Это было пиздец как хуёво. Это где-то на уровне хуёвых модов из Литосферы. Ебай. У меня возникает только один вопрос. Нахуя всё это было делать? Но я не знаю. Впрочем, где-то в скором времени... Надеюсь, в очень скором... Я всё же сделаю видосик со всеми своими мыслями относительно вот этого всего. Продолжать проходить следующие руты я ни за что не соглашусь. Ну нахуй. Мне этого дерьма хватило с головой. Что ж... Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!